Книга Исход, глава тринадцатая И сказал Господь Моисею, говоря, — Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они. И сказал Моисей народу, — Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуда, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о Которой клялся Он Отцам Твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце. Семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объявив тот день сыну твоему говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта, и да будет тебе это знаком на руке твоей, и памятником пред глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав этот в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю хананскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесна, и все первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из Рома, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я и приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет, и обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской, и взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем, и столб огненный ночью от лица народа.